Всем привет! Начинаю партию на шахтной планете и мой соперник это Владислав Мухин. Не знаю его уровень игры, ни разу с ним не играл, так что буду играть от себя и постараюсь просто показать качественную игру. Разыгран каталон, вот вариант с c5 это уже что-то на защиту Тараша похоже, но здесь съем на d5 и постараюсь соперника с изолятором оставить в будущем. То есть план какой? Просто где-то взять dc, пешка d5 будет ослаблена и в принципе любой эншпиль будет в мою пользу. То есть как-то так я размышляю, тем более слон d6, я считаю это потерей темпа, здесь я могу уже взять dc и получается этот ход был бессмысленный. И а3. План b4, где-то слон b2, конь а4, дальше конь d4 заблокировать пешку d5, провести какие-то размены, а после этого уже, собственно, окучивать ее. Может быть лучше через конь b5, конь d4 укрепиться. Может быть через конь а4 я еще посмотрю, как лучше здесь действовать. Ну думаю, что конь а4 ход посимпатичнее, он оттуда еще и на c5 может попасть. Слон b2 тоже начинает стрелять, считаю, что позиция достаточно комфортная, очевидный план игры. d4, наверное, это правильное решение, поскольку пешка слабая и желательно ее разменять после хода d3. Но вопрос, успеет ли Владислав это сделать, поскольку я хочу тоже заблокировать ее. Например, если слон сейчас уйдет на c7, я играю конь c5, и дальше перевожу коня на d3. Или же сразу съедаю ее на d4, действительно, почему бы мне это не сделать. Но все верно, d3 ход правильный, и уже это не изолятор. Скорее всего, мне нужно будет размениваться. Стоит подумать, кстати, есть ли у меня ход e3. Может быть все равно оставить эту слабую пешку, постараться ее потом съесть. Наверное, да, так и сделаю. Может быть где-то конь d4 еще встану, перекрою линию d, чтобы это проще было осуществить мой замысел. А может быть просто съем сюда, если сейчас будет ход ферзь b6, я отъедаю на f6. И уже король черных будет раскрыт. Так, а, b. Ну, пешки слабоваты могут быть в эншпиле, это, наверное, тоже маленький плюсик для меня. И здесь, наверное, конь d4 пойду. В принципе, как я и планировал, хочу перейти в эншпиль, побольше разменять и играть по слабостям соперника. Но не исключаю также, что у черных будет контр-игра, например, по линии а, может быть по линии с, или же удастся закрепить пешку d3 и как-то сковать мои фигуры. То есть, если, допустим, она дойдет до d2, одна ладья у меня будет стоять где-то на d1, и просто мои фланги будут разделены. И фигуры не будут должным образом взаимодействовать. Это мне допустить нельзя, конечно же. Так, конь e5. Хочет, наверное, уже где-то слон g2 и ферзь d5 сыграть. Считаю, что достаточно логичный ход, да. И, наверное, выберу здесь ход ферзь b3. То есть, мой план заключается в том, чтобы на слон g2 ответить король g2 и уже ферзь d5. Ход не страшен был. А второе, это подтянуть ладью с f1 на d1 по беже к пешке d3. Вот как-то так, таким образом действую. На вид может казаться, да, что моя позиция тесная и даже похуже. Я, в принципе, так не считаю. Считаю, что позиция примерно равная. Нет определенного какого-то плана для какой-то острой атаки здесь у черных. Поэтому пешкой d3 далеко продвинутой воспользоваться сразу нельзя. Но если я где-то буду допускать какие-то промедления или что-то вроде этого, то инициатива может стать серьезной у черных. Так, на e4 как-то не хочется брать. Там просто получу конь e4. И, наверное, можно ладь от c1 сыграть здесь пока. Так, ферзь d7. Посмотрим, нужно ли мне сейчас забирать на c8. Наверное, да, заберу. Почему нет? Так, f3 может еще выгнать слона отсюда. И потом e4. Есть такой план, да? Ну да, можно попробовать. Потому что что-то меня вот эта диагональ h1а8 сильно напрягать начала. Хочу ее просто перекрыть и также не дать тому или другому коню прыгнуть на g4. Так, слон d5. Я сейчас не видел этот ход, по-моему, просто сдевнул ферзя. Нет. Куда деваться-то им? Да, хороший подарочек я, конечно, сделал ходом f3. Так. Что, будем бороться без ферзя? Или же сдаться просто? Или есть у меня какой-то ход слон h3? Ну, слон h3, ферзь h3 там, по-моему, вообще без шансов. Да и так, в принципе, тоже. Ну ладно, а что делать? Попробуем без ферзя поиграть тогда. Тем более, у соперника намечается этот нот. Хоть и плюс 2 секунды, но все могут ошибиться. Конечно, было бы побольше времени, в классическую партию я бы, разумеется, сдался бы здесь. Но поскольку играем по 3 минуты, я еще поборюсь. Пытаюсь ускориться. Тем более, когда сидишь без чего-то, без фигуры, без пешки, автоматически твой уровень игры поднимается, наверное, на разряд выше. Ты стараешься цепляться за каждую возможность. А соперник, наоборот, зачастую немного расслабляется в таких ситуациях. И это определенный шанс. Так, аж 3. Вроде пока все держится здесь. Хотя, как может позиция без ферзя держаться? Непонятно. Так, ну, сюда сыграл, не даю просто конь c6. Точнее, даю, но не теряю фигуры хотя бы. Так, а что делать дальше? Конь f3. Нет, там просто будет размен легкий. Да и так, наверное, тут просто залазит соперник. Ну, ладно, конь f3 сыграю. Конечно, сейчас будет ферзь d2, все правильно. Ну, и перейду сюда, попробую, может, здесь что удастся встать как-нибудь. Слон d6 здесь. Ну, а ладей e5 сейчас, в принципе, это правильная трансформация преимущества будет. Не сдаюсь я все-таки еще как-то за счет чернопольного слона держиваюсь, но это ненадолго. Прекрасно это все должны понимать. Единственный шанс сейчас как-то h5 пройти, вот это вот. Единственное, что я тут могу сделать, это... Чудо, конечно, будет. Просто чудо. Ну да, сейчас слон g8, и в принципе, все. Песня спета. Ну да, и таким образом еще проще. Ну и здесь я сдаюсь. Песня спет. Продолжение следует...